Сказка Эдуарда Успенского Кархадил Ген идет в армию Однажды Кархадилу Гене пришло письмо с повесткой Предлагается вам явиться в рай военкомат в 8 часов утра с кружкой-ложкой с двухдневным запасом еды Вы призываетесь в ряды действующей армии Поздравляю, комиссар Винтовкин Гена договорился, что Чебурашка будет поливать его цветы и кормить рыбок на окне Взял кружку и ложку и вместе с Чебурашкой пошел в призывной пункт Комиссар Винтовкин посмотрел на Гену и сказал Ой, какой вы зеленый и плоский И чем-то неуловимо на крокодила похожий А я и есть крокодил Ничего, успокоил его комиссар Не отчаивайтесь, у нас и не такие служат Гена был просто замечательным молодым бойцом Он бросал гранату на полкилометра В рукопашной схватке хвостом клал на землю пятерых противников сразу Смело прыгал с парашютом и отлично маскировался Нам бы сто тысяч таких бойцов, сказал полковник Севолодский, известный десантник Нам тогда никакой враг не страшен Когда молодые бойцы торжественно принимали военную присягу Ко всем приехали родители А к крокодилу Гене приехал Чебурашка Вы воспитали хорошего бойца, сказал полковник Севолодский, Чебурашки Хотя все было наоборот Это крокодил Гена воспитывал хорошего Чебурашку И Гену перели в настоящую морскую десантную часть Гена стал служить на пограничной заставе на скоростном катере Кругом было море и горы Гена был вперед смотрящим А в наши воды постоянно заходила быстроходная рыболовная шхуна И воровски ловила нашу рыбу Наши пограничники бросались в погоню за этой шхуной Но она сразу убегала в нейтральные воды Иностранные рыбаки показывали нашим пограничникам Всей командой язык Мало обмандули дурака на четыре кулака Ну и все потому, что у них был мощный мотор Капитан пограничного катера Дмитрий Ковалевский Это командир Дмитрий Ковалевский А катер был стремительный Уже отчаялся Но однажды к нему обратился крокодил Гена Разрешите мне задержать эту шхуну А что вам для этого нужно? Пушки, пулеметы, гранаты? Ласты! Скромно ответил Гена И ракетница Как только я выпущу ракету Летите вперед и смело берите шхуну голыми руками Как только иностранная шхуна в очередной раз заплывала в наши воды Гена надел ласты и смело нырнул Все замерли Прошла минута, другая И ввысь прямо из моря взлетела красная ракета Российский катер бросился в погоню Как ни странно, пиратская шхуна топталась на месте и никуда не уходила Ее быстро догнали Наконец-то она была схвачена с поличным Ура! Закричали наши моряки И никто им не показывал язык Военнослужащий Гена Как вам удалось задержать эту шхуну? Спросил у Гена начальник всего флота Когда награждал его медалью за отвагу, смелость, героизм и нырятельность Очень просто ответил Гена Я под водой погнул у них руль Это была первая медаль, которую Гена получил во время своей службы на флоте О других медалях я расскажу в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова